Девушки отдыхают. Эта версия, как выяснилось, фальшивка. Ее придумал сам убийца. Сегодня он главный подозреваемый. Хладнокровность и расчетливость преступления шокируют. По версии следствия, 35-летний Евгений Серых во время ссоры убил жену в собственной квартире. Дети, по его словам, преступления не видели. После зверского убийства Серых постарался выйти сухим из воды. Сначала замыл следы крови на ковре. Затем, чтобы обеспечить себе алиби, вызвал домой программиста отремонтировать компьютер. Труп же Марины из квартиры мужчина вынес в дорожной сумке и выбросил в яму недостроенного гаража. Через некоторое время вывез в поле и сжег. Сегодня задержанный мужчина дает показания. Однако причину, из-за чего произошла ссора, не называет. Известно одно – мужчина очень ревнив. За изготовлением гашиша были пойманы пятеро молодых людей в возрасте от 21 года до 38 лет. Все оказались иногородними. В столицу Хакасии мужчины приехали на строительство объектов Абаканской ТЭЦ. Операция проходила по классическому сценарию с побегом и сопротивлением. Но полицейским службы наркоконтроля не заставило большого труда задержать подозреваемых. У них изъято чуть меньше шести граммов гашиша. Всех пятерых доставили в наркологический диспансер, где подтвердилось наркотическое опьянение. В отношении двух лиц возбуждено уголовное дело по статье 228. Часть первая – это хранение наркотических средств в значительном размере. Грозит до трех лет лишения свободы. В отношении всех, включая тех, на кого заведены уголовные дела, составлены административные материалы. Прошел мировой суд и вчера им вынесено наказание в виде административного ареста. От пяти до десяти суток получил каждый из них. Вместо 15 автобусов на линии работает только один. Речь идет о самом долгожданном – в Абакане автобусе под номером 18. Такие факты всплыли в ходе проверки Абаканского отдела транспорта. Сегодня чиновники пригласили предпринимателей и пассажироперевозчиков на совещание. Помимо 18-го живут отдельно от расписания и несколько других маршрутов. Почему так происходит, узнавала Елена Крылова. ДТП с участием сразу двух автобусов произошло накануне между Саиногорском и Черемушками. Водитель Лиаза не выдержал дистанцию и допустил столкновение с автобусом «Хюндай», ехавшим в попутном направлении, который пропускал пешехода на нерегулируемом переходе. В результате ДТП пять пассажиров автобуса подростки от 12 до 15 лет пострадали. У всех диагностированы ушибы и сотрясение головного мозга. Дети обратились в медицинское учреждение спустя несколько часов. Непосредственно на месте ДТП травм зафиксировано не было. В Черногорске сейчас ведутся поиски молодой женщины. К нам в редакцию обратилась жительница Черногорска с просьбой помочь найти ее дочь, пропавшую еще на прошлой неделе. Все попытки найти ее самостоятельно оказались тщетны. Биполярное расстройство. Такой диагноз дочери Нины Кухаренко поставили 13 лет назад. С тех пор 30-летняя Екатерина Кухаренко практически живет в психиатрической больнице. Последняя выписка буквально накануне пропажи. Мама, я приду, все хорошо. Вечером поговорим. Больше я ее не видела. Это было 17 числа вторник. Пытались многие ей звонить, но она отключает его. Но сейчас уже время не прошло, у нее не зарядное устройство, нету ничего. Уже связь вообще потеряна. В последний раз ее видели в четверг. Она переночевала у одной из родственниц в девятом поселке Черногорска. Но утром без объяснений снова ушла. А после трех дней поисков мать пропавшей заявила в полицию. Пришел участковый в этот же день, только вечером, полдесятого. Да мы искать-то их не будем. Сами ищите. И сдавать ей фон. Психушку. Четыре года назад Елена уже терялась. Ее нашли в Новосибирске, психиатрической больнице. Неизвестную женщину проводники сняли с поезда. Но тогда у нее были деньги, в этот раз у пропавшей только паспорт. И вполне возможно обострение заболевания. Может такая быть активность, разговаривать со всеми. Вот такая активность проявляется. Что молчать она не будет. Там где-то спокойно лишь, что нет. Это, наоборот, разговорчивая такая, общительная. Из особых примет Екатерина Кухаренко. Рост 168 сантиметров. Вес 90 килограмм. Рыжая волос и стрижка под каре. Была одета в пальто серого цвета. Если кто-либо узнал женщину или может сообщить хоть какую-то информацию, редакция Вести Хакасия просит связаться с матерью пропавшей. По телефону, который сейчас вы видите на экране. Плата за детсады в Абакане повышаться не будет. Такое решение принято в администрации города. Напомним, у роста цифр в расчетках опасались в связи с принятием нового закона об образовании. Согласно документу, муниципалитеты сами могут устанавливать плату в детских садах. Предполагалось, что стоимость вырастет до 10-15 тысяч рублей в месяц. Но в Абакане администрация оставляет прежние расценки. Соответствующее постановление подписал глава города. Оно вступит в силу с 1 октября. Это были главные новости к этому часу. После Вести смотрите рубрику интервью. А я пока с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»